Глубоко уважаемый Андрей Семенович, глубоко уважаемые коллеги, для меня большая честь выступать перед такими великими учеными и врачами. И, соответственно, в то же время от темы моего доклада можно сказать дополнение и продолжение доклада Алексея Витовича Новика, потому что все это делается в отделе онкоиммунологии в Институте онкологии. Актуальность исследования заключается в том, что саркома мягких тканей – очень редкое заболевание, 1% всего в онкозаболевании, и его гетерогенность очень большая, 50 по типу токогистологических, плохо изучено. Саркома считается самым эффективным методом лечения на ранних статиях – это хирургическое лечение. Что касается химиотерапии, в основном они все химиорезистентны, и максимально ожидаемая эффективность не превышает 30%, а радиотерапия дает только лакорагиональный контроль. Болеют часто люди среднего возраста, которые социально значимы. Извиняюсь. Как я уже сказала, в первой линии ожидаемость эффективности от 20 до 35%, во второй линии эта ожидаемость еще более снижается. На нашем институте проводилось исследование оптологическими дендритно-клеточными вакцинами на основе раково-тестикулярных антигенов для лечения больных диссеминированными формами саркома мягких тканей во второй линии лечения, поскольку вторая линия для саркома мягких тканей не стандартизована нигде в мире, и его эффективность не доказана. Наше исследование висит на Clinical Trials Gov, и набор пациентов начинался с 2010 года. В исследовании всего было включено 22 больных морфологически верифицированным диагнозом. Чаще всего это были синавиальная саркома, липосаркомолеями саркома, один пациент с нескелезочной хондросаркомой и мягкотканевариант гигантоглезочной саркомой. До начала вакцинотерапии все больные получали стандартное хирургическое лекарственное лечение. На самом деле тут не было четко, что все во второй линии. У нас были пациенты, которые и в третьей линии получали, и в четвертой линии вакцинотерапию. Из 22 больных у 17 определяли экспрессию генов НИИСО1 и МИИДЖА3 в лаборатории молекулярной генетики. И обнаружили, что в опухоли в ткани в 40% экспрессируется НИИСО, в 17% МИИДЖА3 и в чуть более 5% экспрессия обоих генов. Если смотреть литературные данные, там, конечно, цифры выше. Только по поводу НИИСО при синомиальных саркомах описывается до 90%, и при липосаркомах даже более 90% экспрессии рака от эсклюлянных антигенов. Просто мы смотрели только два семейства с помощью молекулярной дебатизирования. Через 24 и 48 часов измеряли реакцию гиперчувствительности замедленного типа в ответ на введение дековакцины. Оценку иммунологической эффективности в вакцинотерапии проводили методом проточной сетометрии на приборе ФАКСКОНТУ-2 и оценивали количество содержания основных популяций и субпопуляций лимфоцитов периферической крови больных. Для нагрузки дендритных клеток, незрелых, используются четыре линии, клеточных линии меланомы с высокой экспрессией рака от эсклюлянных антигенов. Эти клеточные линии депонированы в Институте цитологии РАН. Панель – это наши клеточные линии меланомы с экспрессией рака от эсклюлянных антигенов. Обнаружено более 15 рака от эсклюлянных антигенов на их поверхности. Тут представлены самые часто встречаемые и их процентное соотношение в каждой клеточной линии. Иммунофенитив дендритных клеток больных на разных стадиях созревания под влиянием рака от эсклюлянных антигенов опухолиолизата. На седьмой день, как я уже сказала, добавляли опухолиолизат, и на девятый день мы уже проверяли специфическое созревание дендритных клеток, что оказалось статистически значимым. Клиническую оценку эффективности проводили методом РЕЦИСТ, который принят для оценки лечения онкобольных. Тогда еще не было так активно внедрено ИРЖЕЦИСТ, который сейчас применяется для оценки иммунотерапии. У 22 больных, которые получали от 1 до 24 введений ДК-вакцины, в среднем 7 вакцин. Полный или частичный регресс не зарегистрирован. Стабилизация опухолевого процесса после двух месяцев терапии наблюдалась у 45% больных. Медиана времени до прогрессивности составила 3,3 месяца. С одним глазом кажется, что 3 месяца времени до прогрессивности очень мало. Но на самом деле стандартный препарат, который таргетный, мультикиназный ингибитор ВУТРИЕНТ, который применяется во второй линии для лечения сарковой мягкой ткани, тоже безрессивная выживаемость не превышает 3 месяцев. У 32 и 23% больных не было прогрессивного в течение 6-12 месяцев. Соответственно, медиана общей выживаемости больных составила 22,5 месяцев, что существенно превышает аналогичные показатели для других методов лечения, используемых во второй линии, не более 18 месяцев. И 77% случаев больные пережили годовой рубеж, что довольно хорошо при этом диагнозе и с диссимилированными формами. Это я коротко представлю клинический случай. Пациент с несколетной хондросаркомой. Состояние после комплексового лечения. Первая линия химиотерапии МЭИД. Максимальная эффект стабилизации. Две операции на легком с химиоперфузией. Прогрессирование заболевания. И начата иммунотерапия. Вакцина КАТОВАК. Проведено 48 циклов. И стабилизация на фоне иммунотерапии с ноября 2012 года. Второй клинический случай. Пациентка с синавиальной саркомой, которая впервые заболела в детском возрасте, пролечена и, можно сказать, вылечена в детском возрасте. Далее она короткое время наблюдалась. И уже манифестация заболевания на фоне второй беременности с мультипоражением органов. Это легкие, кости, малый таз. Проводилась первая линия химиотерапии. Стандартная доксурбитинсифазвамидом. Прогрессирование заболевания. И включение в клиническое исследование. Вакцина КАТОВАК. Пациентка лечится уже полтора года. Стабилизация заболевания. Что еще немаловажно, сейчас очень часто акцентируют на качество жизни больных, онкобольных. Здесь у нее очень резко улучшилось качество жизни. Ушли боли. И она до сих пор на этом лечении. Клиническая эффективность вакцины КАТОВАК. Ну, в принципе, здесь останавливался. Алексей Витович, я тут коротко. Во второй линии стандартные схемы гемцитабин с докарбозином, доцитактил с гемцитабином. Это для всех форм сарком. Трабектидин и рибулин. Это у нас трабектидин для липосаркома и леемесаркома, которые показывают, так сказать, самые хорошие результаты. И 18 месяцев получается, что из 50 подтипов он подходит только лейформам. И рибулин, который новый препарат во второй линии, зарегистрированный для липосаркома и пазопонип. А КАТОВАК – это наша вакцина. И общая выжимаемость медиана, общая выжимаемость 22 целых месяца. Проводили также оценку иммунологической эффективности вакцины КАТОВАК. У 19 из 22 больных зарегистрирована реакция к ИЗТ через 24-48 часов после первого введения ДК-вакцины, где вводили контрольную точку опухолевизат. Наблюдали увеличение размеров КАТОВАК. И все это нарастало с ростом количества вакцин. Также проводили оценку иммунологической эффективности. И что очень интересно, вот на этой таблице видно, пациенты, которые достигли стабилизации заболевания на фоне лечения, у всех наблюдалось нарастание активации CD34 субпопуляции льдотелемфоцитов и CD4, CD8, HLDR. Также врожденный иммунитет не страдал. В отличие от больных, у которых было прогрессирование заболевания, отмечалось лимфопения общая и тому же снижение количества ИТ-хелперов и НК-клеток. Стоимость вакцин тоже сопоставима с его другими конкурентами на рынке. И есть вероятность, что при комбинации с другими иммунопрепаратами возможно синергизм и увеличение эффективности. Есть один здесь момент, что препарат эпилемумаба, который прорыв сделал в иммуноонкологии, для лечения сарком мягких тканей не оказался эффективным. И он закончился на второй фазе, закрылся. Что касается экспрессии PD-1 и PD-L1, они есть в клетках саркомы и на лимфоцитах опухолевом микроокружении, но не превышает 60%. Считается неблагоприятным прогнозом для больных с этим диагнозом. Спасибо за внимание. Спасибо, очень интересно. Есть ли вопросы? Пожалуйста. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот разная активность моноклональных антител все-таки чем может быть объяснена? Ведь экспрессия PD идет в разных опухолях, да? Да. Вот чем это можно объяснить? Почему нет экспрессии? Почему нет эффективности при сарком? Нет эффективности именно эпилемума посмотрели. Да, да, да. Ну, сложно. Наверное, у этих больных не страдает именно это звено контроля иммунной системы противоопухолевой. Скорее всего, у нас только начало путь понятия при конкретном заболевании у конкретного больного, какое звено именно страдает. Или, может, их несколько. И надо, наверное, появится понимание скоро, кому сперсонализирована медицина, которая так популярна сейчас. Еще есть вопросы? Нет, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.